Главный праздник страны 9 мая отметили и в микрорайоне Стрижин. Бессмертный полк в этот день здесь шел от здания 93-й школы. 12 выпускников, которые ушли на фронт, ушли, но не вернулись домой. В памяти выпускников 1941 года, погибших в боях за родину, объявляется минута молчания. Те, кто ушел на фронт в буквальном смысле со школьной скамьи, десятилетия спустя вспоминали их потомки, никогда не знавшие ужасов войны, но которые и сегодня хранят в семейных архивах личные истории подвига их близких. Вот это сахно Петр Павлович, это мамин папа, вот мама моя стоит. А это Лепешкин Иван Петрович, моего папы. Папа, вот благодаря им я жива. Такое большое событие для нашей страны, в целом для мира. Наша семья причастна к этому событию. Это родной брат моего деда Григорий Иванович Куликов. Был под Ленинградом, был ранен. Сегодня вы на праздник пришли вместе с ним. Да, вместе с ним. Большая честь вместе со своими предками пройти рядом в Бессмертном болту. Участие в акции «Бессмертный полк» в Стрижах уже традиционно принимает несколько тысяч жителей микрорайона, делая это не по указке. Я очень хорошо помню 90-е годы, когда праздник 9 мая почти исчез. И вот когда в 2000-х годах он появился снова, он появился из души каждого отдельного человека, который вспомнил, кто бабушку. Теперь уже прадедушек, прабабушек. И вот когда люди взяли портреты своих родственников и решили через эти портреты выразить свое отношение к их победе, вот это настолько сверхценно. Это, может быть, самое главное достояние, которое есть у нашей страны. Для детей, которые пронесли в Бессмертном полку портреты своих близких, но незнакомых им людей, правда о войне это просто буквы на бумаге. Не случайно, что центральным событием праздника в Стрижах стала военно-историческая реконструкция Прага-Второй Берлин. 73 года спустя у них появился шанс понять, что чувствовали люди, которые, уже будучи победителями, снова шли на смерть. Итак, 9 мая, утро окрестности Праги. Война завершена, победа объявлена. И в это время воины Красной Армии, которые уже победили, которые уже одной ногой дома, пришлось снова подниматься в атаку. Пока есть люди, реконструкторы, которые очень много сил, времени, души вкладывают в то, чтобы восстановить эмоции тех людей, которые воевали. Вот это воспоминание, этот опыт очень-очень-очень ценен. Спасибо, рабочие комиссии Красной Армии. Продолжаем свое наступление. Кто к нам с ничем придет, тот не пишет. Это победа, товарищи! Да! Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.